Нашумевший электромобиль КАМА-1, созданный Санкт-Петербургским Политехническим Университетом Петра Великого, совместно с ПАУ КАМАЗ, дебютировал вчера в Москве на выставке ВУЗПРОМЭКСПО 2020. КАМА-1 может проехать 250 километров от одной зарядки литий-ионной батареи на 33 киловатт-часа. Автомобиль оборудован синхронным электродвигателем мощностью 80 киловатт, а это 109 лошадиных сил. Трехдверный хэтчбэк имеет задний привод, максимальную скорость 150 километров в час и разгон с нуля до сотни за 7 секунд. Основные решения от каркаса кузова до электрических узлов предусматривают модульность в расчете на возможное создание линейки родственных машин вплоть до автобусов. КАМАЗ называет эту машину смарт-кроссовером. Длина составляет 3400 миллиметров, ширина 1700 миллиметров, высота 1600 миллиметров, колесная база 2100 миллиметров, клиренс 160 миллиметров, масса 1 тонна 300 килограмм, шины 195 на 55 R16, наружная оптика светодиодная, подвеска электрического КАМАЗа независимая, передняя стойки типа Макферсон, задняя многорычажная конструкция. Электродвигатель тут стоит синхронный на постоянных магнитах, редуктор и инвертор сгруппированы в единый блок. Зарядка от обычной бытовой розетки занимает 6 часов, от быстрой колонки всего 20 минут, но тут скорее всего речь идет про достижение 80% заряда. Предусмотрен автопилот третьего уровня. Это когда система контролирует среду и определяет пределы своих возможностей. Если появляется сложная ситуация, то она просит водителя принять управление. На рулевой колонке размещен неподвижный 9-дюймовый экран. Это и приборная панель, и средства управления мультимедийной системой, помощниками водителя и климатом. Также есть проекционный дисплей. Питерцы разработали машину всего за два года на основе собственной технологии цифровых двойников. Сюда входит цифровое проектирование и моделирование, системный и суперкомпьютерный инженеринг, искусственный интеллект, большие данные и виртуальные испытания. В официальных релизах КАМАЗа и СПБПУ ни слова о сроках запуска машины на поток. Хотя ряд СМИ поспешно назвал 2021 год. Министр науки и высшего образования России Валерий Фольков, представляя машину на выставке, сказал лишь, что можно рассмотреть вопрос о серийном производстве. КАМАЗ, однако, поясняет, что предсерийный образец прошел испытания и сертификацию. Планируется, что в серии такой четырехместный электрокар будет стоить около миллиона рублей, если по тем или иным причинам замысел не будет отложен в долгий ящик, как был недавно приостановлен другой российский электромобильный проект Zeta. На этом все. Не забудьте указать в комментариях, как вам КАМА-1. Подпишитесь на канал и поставьте лайк, если считаете, что будущее за электромобилями. Но если вы хотите поставить дизлайк, то объясните свой выбор в комментариях.